Студенты четвертого курса радиотехнического колледжа. Идет практическая работа. Тема – монтаж печатного микромодуля. Все выполняется точно по схемам. Для четверокурсников задание простое. А современное оборудование и новейшие технологии, с помощью которых здесь обучают, дает студентам уверенность в своей востребованности. Легче будет. Тем более, смотря какой разряд и смотря зависимости от зарплаты. Если разряд там высокий, то высокая зарплата. Профессия вроде такая, ну востребованная. А вообще планировал, куда пойдешь работать после окончания? Ну, на НИЭКТ. Может еще на завод НИТАЛ. За последние 8 лет в регионе создано 17 ресурсных центров с учебными лабораториями. Одна из них здесь, в соседнем кабинете. Уникальный обучающий комплекс «Умный дом», который, кстати, не имеет аналогов в России. Собирали вручную, сами, собственно, ручно, по схеме. Все работает правильно, схема собрана тоже верна. Это имитация реального видеодомофона, это система от взлома. В создании ресурсных центров непосредственно участие принимают и предприятия-работодатели. Они признают эффективность данного проекта и готовы развивать дальнейшее сотрудничество. Мы вообще на сегодняшний день пожинаем прекрасные плоды и пользуемся результатами вот этого нашего совместного проекта. Мы сейчас получаем ребят, уже очень подготовленных, с широким кругозором, понимающих, что они будут работать в наукоемком предприятии, на производстве, которые требуют очень серьезной подготовки. В прошлом году за помощью в трудоустройстве в службу занятости обратилось менее процента выпускников среднего профессионального образования. За последние 10 лет, благодаря вот такой тонкой настройке профессионалов, нам удалось достигнуть уникального снижения безработицы. Всего 0,6% из числа выпускников обращаются за помощью в трудоустройстве. Из 40 тысяч выпускников это очень маленький для всей нашей страны процент. И все это результат модернизации системы подготовки рабочих кадров. У выпускников профессиональных училищ сейчас практически нет проблем с трудоустройством. Однако губернатор Валерий Шанцев ставит задачу усилить работу по развитию системы профессионального образования. Задача, которую мы сейчас решаем, это задача развития этой системы. У нас обучается сейчас 40 тысяч человек. Каждый год мы выпускаем где-то от 4,5 до 5 тысяч, а надо выпускать 11. Поэтому не 17 нужно центров, а 30 как минимум. Так в ближайшее время будут открыты центры в Арзамасе с Арзамасским приборостроительным заводом и в Нижнем Новгороде совместно с Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники. Алифтина Батурина, Александр Быков, Алексей Калякин, Объективное ННТВ.